Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня, впервые в этом 2023 году, у нас в гостях начальник отдела ГИБДД муниципального управления МВД РФ Люберецкая, полковник полиции Илья Атаманов. Здравствуйте! Да, рад видеть. Прошло довольно много времени. Мы часто с вами встречаемся. В прошлом году встречались и в 2021, и в 2020 сложном пандемийном году. В общем, года у нас все сложные. Тем не менее, работа не стоит на месте. Люди не перестали передвигаться на автомобилях, пешеходы не перестали пересекать проезжую часть. Поэтому вопросов много. Начнем, наверное, с самого простого. Воспользуемся случаем. Какие-то итоги все-таки ушедшего 2022 года? Есть чем гордиться в ушедшем году. Год. Опять, цифры – это главные критерии в оценке нашей работы. Можно взять удовлетворенность в целом и отношения. Можно мерить количеством штрафов, которые мы выписали, и сумм, которые попали в бюджет от этих нарушителей. Можно количеством совещаний, проведенных и результатами, сколько светофоров новых, сколько каких-то решений по инженерно-техническому обеспечению, развязок. Но я считаю, что главным критерием остаются те цифры, те жизни, которые нам удалось спасти и здоровье наших граждан, наших участников дорожного движения. Первая цифра – это на 15%, это на 27 ДТП с пострадавшими в 2022 году стало меньше. Я могу сказать даже больше. Пока это самая лучшая цифра вообще за время работы нашего отдела. А с чем это связано? Вы как-то проконтролировали эту ситуацию? Действительно так вот все улучшилось? Очень много составляющих этой ситуации. Еще на одну цифру тоже хочу обратить внимание. Это количество погибших. Если говорить языком, цифры – это на минус 40%, а вообще всего 9 погибших. По сравнению с 15 погибшими в 2021 году. Вот такие сущущие цифры, но за каждой цифрой – это жизнь, судьба, горе. И нам вот таких вот в абсолютных цифрах, я считаю, что это очень хорошее достижение. Мы идем по всем показателям федеральной программы. То есть мы, вот те наказы президента, наказы правительства о достижении необходимых показателей безопасности народного движения, здесь мы на высоте, и мы действительно есть чем гордиться. Вы спрашиваете, почему и как это стало возможным? Вы знаете, очень много этих составляющих. Я, наверное, назову те, которые в первую очередь приходят на понимание, на первый взгляд. Это работа, основанная на глубоком анализе аварийной ситуации и анализе вообще ДТП всех, которые происходят на территории. То есть по времени, по месту, социальный портрет нарушителя, опять же, время года, какие-то мероприятия общественные. Как все это влияет на аварийность? Исходя из этого, каждому маршруту, каждому экипажу на маршруте патрулирования прописывается место, где он должен быть, какое по времени, по месту, по продолжительности, какие акценты делать на профилактику, каких административных правонарушений надо делать. Это все постоянный, кропотливый труд. Карточка маршрута патрулирования иногда на мне напоминает диссертацию. Настолько там все продумано. При этом, при всем, что это не догма, это документ, который постоянно корректируется, исходя из изменяющейся обстановки. Это первое. Второе. Это, конечно, огромная, кропотливая работа со всеми представителями исполнительной власти. Конкретно администрация. Это работа Люберецкой комиссии по безопасности дорожного движения. Я бы, наверное, сказал бы, что это одна из самых образцовых работ, потому что она происходит каждую неделю. Все текущие вопросы выносятся, обсуждаются в случае необходимости, выезжаются на место, принимается то, наверное, единственное правильное решение, которое может помочь ситуации. Ну, сейчас был Новый год. Новый год к нему идет подготовка, потом бесконечные новогодние праздники, которые для многих, кстати, только сейчас заканчиваются. Потому что у студентов потом после сессии опять начинаются выходные. В общем, такой период немножечко расслабляющий всех участников дорожного движения. Вот с чего начался этот Новый год? Я понимаю, что, наверное, статистики еще нет, но тем не менее по рабочим, так сказать, следам... Есть статистика. Есть уже, да? Новый год. В два раза меньше водителей в состоянии алкогольного опьянения оформлено. Это все равно достаточно большая сумма, это больше 20 человек. При этом вот одного нами не выявленного, вот, как раз я о нем, вот, и был он причиной задуматься о том, вот, что вообще происходит в этом направлении, в законодательстве, в правопримитивной практике, совершил наезд на пешехода, и, ну, слава богу, пешеход не сильно пострадал, но появление вот этого чуда, которое не понимает вообще, что происходит в состоянии алкогольного опьянения... Ну, это да, это никуда не годится. Это прям недоумение у меня вызывает. Но все равно меньше было, то есть начало... Ощущение недоработки какой-то есть. Но, тем не менее, меньше, и получается, что начало года... Меньше. В два раза меньше. Я даже больше скажу. И в целом за год цифра, то есть мы сейчас говорим про Новый год, про январь, я хочу сказать, что цифры прошлого года тоже сократились. Наверное, все-таки в целом система работает правильно, и я вижу даже там... То есть люди боятся, люди боятся закона в данном случае. Не боятся, они правильно начинают оценивать ситуацию. Потому что я тоже сижу за столом с друзьями, я вижу, как они реагируют. Уже стало нормально вызвать такси, вызвать трезвого водителя, воспользоваться услугами своего друга, который не пил. Пешком пройти. Опять же, пешком прогуляться, если шаговая доступность есть. Более продвинутые пользователи достают алкотектор, смотрят, там, вот сколько же, у меня по нулям. Я выпил бокал вина, а у горячего у меня по нулям. То есть такая форма более ответственного подхода к этой ситуации, она уже в целом, тенденция есть, намечается, она усиливается, она становится нормой жизни. И это главное, что это норма жизни. Что нам, автовладельцам, автолюбителям, водителям ждать каких-то, может быть, резких изменений в этом 2023 году? Или не ждать? Я постараюсь сейчас понятным языком рассказать о грядущих с 1 марта этого года изменениях. Мы ждем 1 марта всегда. Первое. Введены поправки к правилам дорожного движения. Появилась новая терминология средства индивидуальной мобильности. Начинаем привыкать. То есть, коротко, СИМ. Уже что-то было, СИМ-ка была, теперь СИМ. У нас была СИМ-ка, теперь СИМ. То есть, ассоциативный ряд понятен, поэтому запомнить будет не тяжело. То есть, если наши телезрители или вы слышите слово СИМ, вы уже должны понимать, что это официально принятая терминология средства индивидуальной мобильности. Оно и раньше уже у профессионалов использовалось. Сейчас просто ему приняли, придали статус законодательной нормы. Что туда входит? Практически все, что было на прежней части, не похожее на велосипед. То есть, то, что до этого не вошло. Там моноколесо, электросамокат, электровелосипед, гироскутеры. То, что мы обсуждали с вами сто раз, эти темы серьезные. Не вдаваясь в подробности, не загружая телезрителей, могу сказать, в принципе, правила такие же, как с велосипедом. У них распространяются с определенными корректировками. Первое. Скорость этих СИМов не должна превышать 25 км в час. Они должны быть определенного веса. И, соответственно, двигаться на них по дороге общего пользования можно только с 14 лет. Ну, точно так же, как на велосипедах. То есть, вот, ребенок на проезжую часть может выезжать только если 14 лет исполнить. Так он только на тротуарах и внутридворовой территории. Опять же, выезжать на проезжую часть и не ехать, как они сейчас у нас едут, посреди дороги, как полноценное транспортное средство. По обочине, с краешку, с заданной скоростью. Если они это нарушают, то они приравнятся по статье 12.29 как нарушители пешехода. Ну, и, соответственно, в алкогольном опьянении точно так же там побольше штраф. Второе изменение в правилах. Но оно такое незначительное, скорее, носит такой информационный характер. Появились новые знаки. Они в Москве уже как пилотной версии использовались, себя хорошо зарекомендовали. На светофорах появился знак, указывающий, что за поворот на стрелку будет пешеходный переход, чтобы водитель был внимателен, чтобы не было такой неожиданный маневр ни для пешехода, ни для водителя. Третье. У нас на трамвае теперь будет загораться табло, и это табло будет разрешающий, как светофор. То есть, если оно загорелось, запрещение движения, значит, соответственно, водитель обязан остановиться. Разумно. Понятно, что не все трамваи пока будут снабжены этим табло светящимся. Хотя у нас, допустим, в Москве все быстро делается. Да, там уже почти все трамваи. Спасибо руководству Москвы, да. То есть, старое правило остается в силе. Трамвай остановился, все остановились и ждут, пока пешеходы перейдут. Здесь добавляется, то есть, ну вот, чтобы оценочный, то есть, какой-то критерий был. Чтобы четче было понимание. Потому что некоторые норовят проскочить. Вот он уже почти встал, но он проскакивает. Следующий момент. Специально говорю. Вот помните, была ажиотаж, была история с «Кто же на кругу главный?» Да, она вечно, эта история. Я всегда подъезжаю и еще раз внимательно смотрю, какой здесь знак. Вы молодец. Потому что по-разному бывает. Ничего не изменилось. Ну вот, все, это хорошо. Ровно, если законодательно. То есть, круг как был главным, так и остается. Но при этом не смотрим, если нет знаков, приоритета, которые меняют главенство круга и дорог, которые от него подходят или отходят. Ну да, ну, знаки надо читать. Да, потому что с русского на русский надо смотреть знаки. Вот это основные изменения. Или еще что-то? Про шипы я там еще слышал. Нет, нет, и шипы еще пока до шипов не дотянулась рука законодателя. Там достаточно только то, что зимняя резина три месяца в году должна быть. Вот, это остается. Это вот четко, да. Очень такая оценочная была история. Я знаю, что она была предметом дискуссии в Москве очень долго. На островках безопасности, на зибрах стоянка теперь четко запрещена. Если раньше там были какие-то трактовки, позволяющие и так, и так это оценят, и ситуации были дискуссии. Хотя я знаю, что в Москве безжалостно эвакуировали с этих треугольничков полосатых. Вот. Теперь это будут эвакуировать четко на основе действующего законодательства. Сейчас сделаем перерыв, и уже будем говорить об этом в 2023 наступившем году. И интересно узнать, какие там у нас есть изменения. До встречи. Напомню вам, это программа «Открытый диалог». У нас в гостях начальник отдела ГИБДД, муниципального управления МВД РФ Люберецкая, полковник полиции Илья Томанов. Дороги после зимы, наверное, будут как-то подправлять. Но, тем не менее, оказывают ли они свое влияние на ДТП? И как с точки зрения ГИБДД вы следите за этим? Потому что дороги тоже могут стать каким-то аргументом для аварии. Ну и, конечно же, человеческий фактор, который тоже является... И с дорогой может не справиться, и с автомобилем может не справиться. Такой многовекторный вопрос. Нет, вы его не могли по-другому задать, потому что, с одной стороны, на это можно ответить коротко. Да, хорошие дороги – это залог безопасного движения, плохие дороги – это... Аварийность. Это, да, повышение аварийности. Хотя, тут, опять же, там можно пофилософствовать, чем больше ямы, тем меньше скорость, тем меньше вероятности совершения ДТП с пострадавшими. Ну, там, колесо отвалится от страховой компании, наверное, компенсирует. Все и гораздо проще, и на очень много сложнее. Потому что, первое, я предлагаю на ситуацию с дорогами посмотреть через более такую широкую призму. Первое. Конечно, качество дорог, их техническая оснащенность является залогом безопасности дорожного движения. Мы уже не заметили постепенно, но я могу сказать, что все искусственные неровности, появившиеся в Либерецком районе, их появление вызвано четким просчетом и количеством ДТП, в том числе без пострадавших, которые происходили на каких-то перекрестках, на каких-то участках, в том числе и с пострадавшими. То есть, все ИДНы, они, образно выражаясь, выстраданы. Ихнее появление в этих местах не напрасно. Это понятно, но они разные по... Они как бы не гастированы, они все разные. Ну, что вы такое говорите? Ну, один большой, один длинный, другой маленький. ГОСТ, он достаточно широкий. Хорошо, я понял. Я почему говорю... И вот это вот потихонечку... У нас лучше стало освещение на пешеходных переходах. Все это как бы незаметно прошло, но это все в комплексе, да? У нас сейчас, если вы внимательно посмотрите, все пешеходные переходы освещены, а некоторые еще там на этот... Висит дополнительное освещение, чтобы пешеход был виден. У нас, как правило, везде все знаки соответствуют. У нас в большинстве случаев, если требует, опять же, ГОСТ, у нас есть переливное ограждение. Что-то где-то у нас до конца не получается. Опять же, надо понимать, Люберцы постоянно находятся сейчас в реконструкции. Поэтому и потоки меняются, и технические средства регулирования. Это сложная очень ситуация. Это постоянный предмет целенаправленной работы комиссии по безопасности на разрежение. Это процесс. Поэтому, да, с одной стороны, мы говорим, то есть то, что мы к чему привыкли, что хорошая, комфортабельная, обустроенная инженерно-техническими решениями дорога, да, это залог безопасности дорожного движения. Но я для себя, вот как-то готовясь к эфиру, попытался понять, какие причины вообще, вот она, дорога, да, и какие причины влияют на безопасность дорожного движения. Вспоминаем, в этой студии мы, я как-то говорил, простые, вот беру, какая у нас, ну, такая самая любимая скорость, будем считать, такая средняя в городской черте. Ну, возьмем 70 км в час. Ну, да. Это по спидометру. Да, по спидометру. Значит, во всех таблицах, то есть мы сейчас в интернете наберем, то там будет понятно, там время на принятие решения, тормозной путь на сухом асфальте составляет, догадайтесь, сколько? Ну, 15, наверное. 50, то есть вот вы увидели опасность, и затормозили 70 км, то есть вот 50 метров погонных, то есть вот 50 метров вы будете тормозить, то есть вот вы условно увидели пешехода на 70 км. Ну, это да. Да, 50 метров вы будете тормозить. Это расчет по сухому асфальту, по мокрому цифра 66. Есть ли разная степень заснеженности и обледенения от 100 и выше? Это я... И вылет вообще в трассу. Да, это я вам сейчас говорю о чем? Об идеальной ситуации, да. Идеальная, вот вы говорите, дорога идеальная. Дорога может быть какая угодно идеальная. Она, и она, да, действительно влияет. Мы тут опять возвращаясь к ироничному замечанию о том, что яма, может быть, даже лучше влияет. То есть даже на 70 можно не выйти и тормозить эти 50 метров. У нас, мы говорим об идеальной формуле. Хорошая резина, исправные тормоза, исправное рулевое управление, вес машины там не какой-то запредельный. Дальше пошел человеческий фактор, и мы к нему еще вернемся. Дворники у нас не размазывают во время дождя, они влагу снимают. Фары у нас не светят перед носом. Пешеход у нас оказался добросовестный, идет в нужном месте, а не в дождь под черным асфальтом, в черной одежде, без света от возвращающего элемента. Вот. Поэтому возвращаемся к водителю. Человеческому фактору. Первая причина – это скорость должна соответствовать той ситуации, в которой находится в данный момент водитель и транспортное средство. Опять же, пункт 10.1, про дорожное движение, и проецируем сразу на уголовную ответственность, которую, если по 10.1 увидел, обязан затормозить вплоть до полной остановки, если не обеспечил, то ты уже автоматически подпадаешь под уголовную ответственность. Многие людям об этом забывают. Второе. Вторая причина. Она косвенно прозвучала в первой. Беспечность пешеходов. Я вот смотрю, вот я не знаю, мне иногда хочется опять прийти в эфир, опять рассказать. То есть, трудно повернуть голову налево-направо. Аудиторию надо расширять. Или как-то работа средствам массовой информации, как-то вот что-то в этой ситуации, ну, видимо, все-таки накопительный эффект будет, то есть понимание какое-то придет, но беспечность пешеходов, она просто поражает. Все, вот масса наездов на пешеходов, даже вот тот, который вот это чудище пьяное наехал. Просто человек шел и не смотрел. Он просто, да, он вышел и пишел на переход. Но откуда эта беспечность? Откуда эта уверенность в своей бессмертности, непогрешенности? Не перестаю, не устаю цитировать министра образования Московской области. Да, его накажут, его, может быть, даже привлекут к уголовной ответственности, но кто вам вернет здоровье? Вы об этом должны думать. В общем, к сожалению, пока человеческий фактор и... И третий. Да, еще и третий. Вы постоянно о нем говорите. Чистический фактор. То есть скорость, соответствующая конкретным дорожным условиям, отсутствие беспечности в принятии решений о переходе пешеходного перехода пешеходам. И третий. Чистический фактор. Что и называть чистским фактором? Это то, что вот в эту ситуацию не попало. Исправная машина, дворники, свет, все хорошо. Позвонил телефон. Отвлекся. Отвлекся. Плохо стало. Там, ну, всех создают. У нас, я могу сказать, один-два раза в год у нас ДТП, когда человеку становится плохо. То есть мы там... Ну, это да, это да. Мы потом разбираемся, вплоть до того, что ему становится очень плохо. Да, то есть даже со смертельными исходами. И все это происходит за рулем. Почему этот пешеход об этом не думает? Почему он думает, что он такой, он прям... Прямо заметный, да. Заметный такой. Все думают о нем. И этот человеческий фактор, о котором мы постоянно говорили, он бесконечный. То есть и он всегда будет? Да. Поэтому вот эти три составляющие... Надо учитывать. Да. Плюс качество дороги – одна из основополагающих нашей статистики аварийности. Понятно. Вот теперь об аварийности поговорим, но уже с другой точки зрения. Вот вы говорили уже о социальном раунде. Какие вообще мероприятия планируется проводить? Еще уже, так сказать, в этом году работа уже наверняка сверстана. Я еще раз повторюсь. Маленький пассажир – большая ответственность. 30 января начинается и 26 февраля заканчивается. Посещение школ, посещение торговых центров, где большое количество людей позволит обратить внимание на эту ситуацию. Более целенаправленная посещение и подготовка в автошколах, вплоть до того, что на заправочных комплексах, в автосалоны. То есть это вот везде, где участники дорожного движения осознанно понимают, что они участники дорожного движения. То есть эта категория будет затрагиваться. Каким образом? Выступления, беседы, раздача необходимых листовок, в том числе светоотражающих элементов и неотъемлемая составляющая. То есть это правильное освещение в средствах массовой информации, чтобы максимально большое количество людей охватить вот этой информацией. То есть при влечении мы, вот все, что мы тут рассказываем, человеческий фактор, если человек будет думать о том, что… Вот вы знаете, как мне, когда я начинал свое водительское будущее, да, водительский путь, да, водительский путь, мне один молодой человек сказал, ты когда садишься за руль, ты должен понимать, что ты когда едешь, у тебя сзади дорога, а впереди может быть тюрьма. Вот, это хорошо, да. Вот, да, такая немножко такая жесткая, да, жесткая фраза. Но вот эта мысль, если она не оставляет, то тюрьмы никогда не случится. Ну, я не могу еще не адресовать вопрос, мы всегда тоже касаемся водительских удостоверений, все возможные документы, связанные с правильным обеспечением движения, речь пойдет о замене водительских удостоверений. Вот вы… У меня очень хорошая новость. Да, давайте мы и поделимся с нашими зрителями. С начала года для всех бывших жителей Украины, имеющих на руках документы, что они россияне, ну, это и временное, то есть вот все документы, что он практически статус, что он россияне, ему позволяют при наличии водительского удостоверения, или документа украинского, или документа о том, что оно у него было, ну, это карточка с автошколы, как правило. Есть такая старинная форма. Приходят жители присоединенных территорий, новых территорий, это четыре области, которых мы все знаем, они, согласно нормативному документу, будут менять водительские удостоверения, причем паспорт водительского удостоверения, и больше ничего не надо, меняется в… — Автоматически. — Да, в регистрационном подразделении, расположенном в городе Чехов. — Именно в Чехове? — Именно в Чехове, потому что, ну, вот так прописано в федеральном документе, что в субъекте одно место определяется для этой замены. Соответственно, все присоединенные водители с присоединенных территорий с российскими паспортами и документами едут туда. Жители других территорий Украины, которые тоже сейчас прибывают на территории Российской Федерации и уже имеют российские паспорта, у них даже по-своему более предпочтительная ситуация, потому что они могут прийти в любое подразделение по месту жительства и при наличии медицинской справки установленного образца заменить на свое украинское водительское удостоверение без экзаменов на водительское удостоверение российского образца, в соответствии, которое с Венской конвенцией выполняется, на 10 лет. Ну, срок действия будет. Значит, плюсы сразу, чтобы кто-то сразу, может, до конца не оценит, всей красоты этой ситуации и удобства. Первое. Многие украинцы с российскими паспортами вынуждены были получать заново обучаться. Соответственно, стаж у них сократился, и это влияло на получение оценки при страховании. Значит, сейчас весь их стаж возвращается, поэтому они достают свое старое водительское удостоверение украинское и идут его меняют. Плюс, без дополнительного обучения, все профессиональные категории, все, которые были, кроме категории Б, они все точно так же будут зачтены, точно так же новое водительское удостоверение российского образца будет выдаваться уже со всеми категориями. То есть, и стаж и категории человек получат так же, как было на украинском водительском удостоверении. Еще один вопрос. Предоставляет ли госуслугу по регистрационным действиям в 2023 году подразделение госавтоинспекции? Такой вопрос. Было немножко жалко, что люди не так активно пользуются порталом госуслуг. Вот на ваш вопрос отвечаю. Потому что 6 из 10, там из, сколько у нас, из 8 выходных дней мы принимали граждан. Поэтому решили немножко. Почему-то, да. Люди почему-то решили, что вся страна не работает. Поэтому у некоторых, к сожалению, по регистрационным действиям штрафы накопились. Кто-то там решил, наоборот, отдохнуть. В конечном итоге был определенный наплыв, потому что люди не воспользовались порталом госуслуг. Портал госуслуг работает, работает эффективно. Я могу сказать, что сегодня можно на портале госуслуг уже на завтра записаться на прием. Плюс прийти получить талончик. Там где-то вот в этот же день назначено тоже будет, если есть талончики, в этот же день компьютер назначит очередь в день получения талончика. Ну что, конечно же, вопросов море, поэтому дождемся уже весны. Будем к нам. ГИБДД постоянно приходит. Илья Викторович – постоянный гость. Мне кажется, раз в квартал мы точно встречаемся. Да, не менее. Потому что изменения есть и так далее. Программа была полезной. Если у вас будет возможность, пересмотрите еще раз. Возьмите, намотайте на ус все, что необходимо. Мы об изменениях поговорили и так далее. Ну и будем надеяться, что 23-й год, только начинается, когда будет отчитываться по 23-м, он будет лучше, чем 22-й. Не сомневаюсь. Спасибо большое. Начальник отдела ГИБДД муниципального управления МВД РФ Люберецкая, полковник полиции Илья Атаманов был гостем нашей студии. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова